МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного радиотехнического университета Михаил Черкин. Здравствуйте, Михаил Викторович! Здравствуйте! Вы вступили в должность не так давно, всего около двух месяцев назад. Но с радиоуниверситетом вас связывают богатые истории. Это так? Да, конечно. Я закончил радиотехнический тогда институт в 1981 году, физическая электроника. Потом там некоторое время работал, закончил очную аспирантуру, защитил кандидатскую, начал работать преподавателем. Вот в 1990 году перешел на работу в... Тогда это был Рязанский государственный педагогический институт на кафедре физики. И в этом ВУЗе, ну, с учетом смены вывесок, конечно, да, проработал 18 лет, до 2008 года. Во время работы в этом ВУЗе я защитил докторскую диссертацию, стал профессором. А с 2008 года я перешел, возвратился в радиотехнический университет на должность заведующего кафедрой электронной приборы. Ну, и вот после 9 лет заведования оказался в должности исполняющего обязанности ректора. Если говорить о вашей докторской диссертации, то чем вы увлекаетесь? Что вас причает как ученого? Она была подготовлена в области физической электроники. С тех пор прошло много времени, соответственно, интересы изменяются, и увлечения тоже изменяются. Сейчас я работаю в области лазерной гироскопии и инерциальной навигации. Если по-простому для зрителей, то что это такое? Речь идет об устройствах, которые, работая автономно, то есть не требуя никаких внешних сигналов, позволяют решать задачу о определении координат объекта, курса и его пространственной ориентации. Но если кто с авиацией немножко знаком, то это углы крена, тангажа и курсовой угол. Эти устройства стоят на многих летательных аппаратах, включая гражданские самолеты. На всех Боингах и Аэрбасах стоят иммерциальные навигационные системы на лазерных гироскопах. То есть занимается связь через спутник, идет через космос? Нет, эти системы работают автономно. Они дополняют системы спутниковой навигации. Они могут работать без спутников, даже если спутники исчезнут. По крайней мере, некоторое время продолжительность зависит от качества навигационных датчиков. Система будет работать сама по себе. Она автономная, не требует внешних сигналов, поэтому обладает очень высокой помеховосточностью. Для кого вы готовите эти разработки, где они будут востребованы, уже понятно? Это в области авиакосмического приборостроения. Давно с ними сотрудничаю. Уже, наверное, лет 17-18. Так что применение все эти разработки находят на практике. Да, область, конечно, специфическая, но она связана и с обработкой сигналов, и с современной обрабатывающей, мы называем сервисной электроникой, хотя слово сервисное здесь не в обыденном понимании. Применяются все более и более совершенные алгоритмы обработки навигационной информации и обработки сигналов с датчиков первичной информации. И, соответственно, здесь широкое поле деятельности, видимо, не только для меня, но и для моих студентов. Если говорить уже не о научной, а об организационной вашей роли, расскажите, как вы видели себе развитие ВУЗа на протяжении того времени, которое там работали, и сейчас с должностью уже исполняющего обязанности ректора. Поменялось ли ваше видение, и куда хотите привезти ВУЗ? Сразу могу сказать, за последние месяцы видение не поменялось. Этот ВУЗ создавался в 50-е годы как один из ведущих ВУЗов страны для оборонно-промышленного комплекса. Я думаю, что сейчас вот это его основное назначение нужно вспомнить. Тем более, что это предприятия, с которыми мы сотрудничаем, они относятся к наукоемкой сфере и требуют хорошо подготовленных специалистов. Уровень подготовки, который нужен для оборонно-промышленного комплекса и для соответствующих разработок, он автоматически позволяет вытянуть и сопутствующие сферы, ну, например, электроэнергетику. То есть то, что непосредственно нужно региону. Хотя у нас в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса немало, и есть и очень крупные предприятия. И мне лично пришлось взаимодействовать, пока я еще заведовал кафедрой. И ВУЗ продолжает осуществлять очень плодотворное сотрудничество. Мне представляется, что это та точка опоры, которая позволит перевернуть землю. Как вы думаете, на каких кафедрах, может быть, специальностях нужно сделать акцент, кто будет наиболее востребован, наиболее важен для нашего региона? Вы знаете, у нас есть четыре технических факультета. Радиотехники и телекоммуникации, электроники, автоматики и вычислительные техники. Так или иначе, просто, видимо, немножко с разных сторон. Все эти факультеты работают на одну общую цель, на одну общую задачу. И на всех факультетах в этом смысле предъявляются одинаковые требования. Просто к одной и той же проблеме они подходят с разных сторон. Если говорить о студентах, то реально ли за пять лет сейчас современного образования подготовить действительно востребованного специалиста? Да, бакалавриат, он все-таки не дает за четыре года возможности подготовить полноценных специалистов для наукоемких отраслей промышленности. Но для этого, для восполнения этого недостатка существует магистратура. И здесь появляется некая гибкость образовательной системы, которой нет в условиях специалитета. Наукоемкой промышленности интереснее работать на завершающей стадии бакалавриата, начать работу с нашими студентами, и потом уже заказывать их целевое обучение на стадии магистратуры. Это получается намного быстрее, и они имеют дело уже с более взрослыми, более подготовленными людьми на входе. Магистратура всего два года. Причем последние полгода наш выпускник полностью оказывается в распоряжении того предприятия, на которое он хочет пойти работать потом. В прошлом учебном году студенты Радиотехнического университета и преподаватели извлекли капсулу времени из стен вуза. 50 лет назад вам оставили послание. Что тогда в нем было? Вот самое ценное, что тогда было. такое послание позволяет лучше представить себе, что за люди тогда жили, учились, работали, думали, чувствовали. Вот эта вот человечность в послании она была. И вот в этом как раз самая большая ценность того послания, которое мы получили. В 67 году им удалось написать интересный текст, интересный для тех, кто все это прочитает через 50 лет. Вот именно в этом ключе. Здесь хотелось бы, конечно, избежать вот таких вот отчетов о достижениях, победах и преодолениях. Хотелось бы, конечно, получить непосредственное представление о том, что за люди все это делали. Вот если это удастся на этот раз, результат, конечно, я наблюдать вряд ли смогу. Но во всяком случае я поручил подготовить текст послания студентам. Как раз сегодня обсуждали там с ними черновой вариант. Он еще в процессе работы. Думаю, что в середине декабря мы сможем загрузить капсулу нужной информации и снова удворить ее на прежнее место. Ну, с другой табличкой. Если говорить о прошлой капсуле, то угадали ли наши предки 50 лет назад о том, что будет сегодня, каким будет современное общество? Однозначно нет. Я вам могу сказать следующее. Если собрать очень высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере науки и техники, и попросить дать их прогноз развития даже в их отрасли, что-то такое более-менее оправдается в течение пяти лет. Дальше все будет не так. Как вы думаете, в чем причина? А вот вспомните «Назад в будущее» фильм, как они рисовали 2015 год. Да, да, да. Про голограмму вспомнили, про мониторы. То, что они будут совершенно не такие, забыли. Летающие автомобили, да, но, как видите, этого не произошло. Вот будет примерно вот что-то в таком духе. Как вы себе видите вуз через 50 лет? Каким будут его студенты, преподаватели, сам вуз? Тут, дай бог, через 5-то лет вы видите. Ну, во-первых, хочется верить, что вуз сохранится идеологически в том же самом качестве. Я имею в виду научную идеологию. Что касается конкретных областей развития техники, электроники, радиотехники, систем связи, вычислительной техники, автоматики. Ну, тут я это предсказывать не берусь, я причину уже объяснил. Самое главное – сохранить стремление к творческой деятельности, сохранить тот потенциал развития, который на самом-то деле… Вот чего не надо забывать. Мы – наследники той культуры, которая была сформирована в России к началу 20-го века. Уровень преподавания в учебных заведениях России и научный уровень был чрезвычайно высок. Ну, обычно, когда говорят про радиотехнический институт, вспоминают Попова. Это имя у всех на слуху. Да, конечно, я ничего не отрицаю, ни его заслуг, но дело не в этом. Дело в том, что забывают про таких людей, как Борис Львович Розенка, его ученик Зворыкин. Говорят эти фамилии о чем-то? Да, конечно. Я думаю, что многим телезрителям они тоже много о чем скажут. Были интересные сериалы, тем более. Но ведь у Бориса Львовича Розенка были основополагающие работы в области телевидения. И первая передача оптического изображения, в конечном счете, да, но с помощью радиоволн, она была осуществлена им в Императорском технологическом институте. И у него была целая серия патентов, в том числе германских, американских и английских. Чего не было у Попова, кстати. Вот этого забывать нельзя. Кстати, нельзя забывать вот еще чего. Вот смотрите, у нас есть такой город Спасклепики. Там есть музей, который был создан на основе школы второй ступени, так, по-моему, тогда это называлось, который обучался Сергей Александрович Есенин. Если посетить этот музей, вы поймете, сколь высок уровень образования был в России. Просто посмотрите на задания, которые школьникам, в том числе Есенину, давались. Какие были темы сочинений, какими учебниками они пользовались, вы сразу поймете, что Есенин появился не на пустом месте. И это не самородок, который вот прямо от Сахи, да, пришел и начал писать стихи. Ничего подобного. Он получил очень серьезное образование. И вот тот рывок, который произошел потом в Советском Союзе в 30-е, 40-е, 50-е годы, он ведь основан на научном и образовательном потенциале, созданном в России в начале 20-го века. Вот если вот этот дух удастся сохранить, слава Богу, у нашей страны есть будущее. Отлично. Спасибо вам большое за интересную беседу, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного радиотехнического вуза. До новых встреч.